Животных любите, да? Да ты что, я же вырос среди животных и растений. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь. Темпы строительства дорог в Беларуси за последние пять лет упали в семь раз. Об этом свидетельствует статистика за 2014-2019 года, так как в 2014 году было построено 278 километров дорог, а в 2019 всего 37 километров. А вот вы мне скажите, с 2014 по 2019 год ваша налоговая ставка уменьшалась? Вы меньше платили налогов или меньше платили поборов? Нет. А строительство дорог уменьшается. Именно потому, что диктатор становится все более жадным и тратит больше денег на себя и на своих прислужников. Чтобы не говорить о том, что у меня вызывают такие новости удивления, я скажу то, что Лукашенко, в принципе, и не планирует больше ничего строить. Все это показушничество, что происходит по ТВ, это не больше, чем цирк или театральная постановка. Диктатор сейчас ищет место, куда уехать со своей семьей, чтобы остаться в безопасности. А вы, прислужники этого диктатора, ищите себе место, в какую тюрьму вы захотите лет на 15. Потому что в ближайшие 10-15 лет это будет ваш новый дом. С собой он вас точно не заберет. Вот не сомневайтесь. Ни карателей, ни чиновников с собой не заберет. Кто успеет там из Гомельской области, возможно, перебежать через границу к России, ну, тому, возможно, повезет на некоторое время, пока Путин не уйдет от власти. Ну, а как уйдет от власти, мы и придем к вам. В любом случае, вам придется ответить. Придется ответить без исключения всем. Вот так прокомментировали арест Владимира Непомнящих. Давайте посмотрим. Два с половых годы позбавления воли за погрозой и образу адресупрационника прокуратуры про выконание службовых обовязков. Таки при суд сегодня отримал Жихар Гомеля за учинки, здесь не на яше в листопаде. Покарание мужчина будет отбывать в управленчей колонии огульного режима. Посяжение суд советского района Гомеля зарабил закрытым, яно проходил у помешканья следшего изолятора номер 3. Обвиноватый летошний в осень присутничал на обвешении приговора суда в относинах до другой особы. После закончения посяжения выказал слова издневажения и погрозы применения насилия в адрес помощника прокурора. Хотелось бы разъяснить гражданам Республики Беларусь о том, что оскорбление представителя власти при исполнении ими их должностных обязанностей, а также угроза применения насилием в отношении них или их близких родственников является преступлением и виновное лицо будет нести ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь. Вы, которых нужно мрак за то, что вы вас просто нужно Ну а так, в принципе, им больше добавить нечего. Нахваленная пропагандой России Беларуси вакцина от COVID-19 спутник ВИ дала осечку, спровоцировав международный кризис. В Словакию доставили первую партию спутника ВИ. Об этом договорился тогда еще премьер этой страны Игорь Матович. Решение ему стоило должности. Власти Словакии утверждают, что Россия продала им фальшивку под видом вакцины. При этом премьер-министр Игорь Матович был вынужден подать в отставку после закупки партии российской вакцины, когда как президент Зузан Чапутова и часть правительства выступали против закупки. В Словакии глава правительства Игорь Матович настаивает на скорейшей закупке нашего спутника ВИ. Институт контроля за лекарственными средствами Словакии заявил, что вакцина не соответствует той, которая получила положительный отзыв в медицинском журнале «Зеландцы». А закупленную вакцину просто подменили. Сам производитель спутника назвал это фейком, сообщая, что проданная в Словакию вакцина не отличается от образцов, получивших одобрение. Ну а теперь у Словакии в запасе 200 тысяч доз вакцины, которой никто не хочет пользоваться. При этом Россия все отрицает. Требую партию вакцин обратно. История одного прохожего из Минска. Нас остановил на улице патруль с вопросом, почему ребенок так одет? На мой вопрос, как? Он ответил, вызывающая цветовая гамма. Вызывающая цветовая гамма на одежде ребенка. Сейчас они диктуют, где и как нам работать, как нам одеваться, какие вешать шторы, о чем и с кем говорить. А завтра они будут забирать наших с вами женщин и детей туда, куда они посчитают нужны. За то, что парень украсил автомобиль бычьим флагом и погоней, у парня отобрали автомобиль. Я вполне серьезно. Взяли и отобрали автомобиль и посадили на 7 суток. Было бы не так смешно, если бы погоня не было историческо-культурной ценностью, которая зарегистрирована в документах нелегитивного диктатора. И это было в 2011 году. Но их это не останавливает. Историко-культурная ценность отберем машину, посадим на 7 суток и скажем, что, ну, пикетировал, например. А в это время они говорят о том, что нельзя оскорблять правоохранительные органы, нельзя запугивать семью и детей. Если вы устроили террор в нашей стране, то почему мы не имеем права сказать то, что думаем о вас? Точнее, даже не то, что мы думаем о вас, а то, кем вы действительно являетесь. Если вы запугиваете белорусский народ, то и вы должны бояться. Потому что у вас-то всего 3%. 3% вы со своим синепалым диктатором. И у вас 3% в лучшем случае. Сейчас, я думаю, и меньше 3%. Министерство антимонопольного регулирования и торговли сегодня у себя на сайте разместили тарифную тетрадь с прогнозом изменения постоянно регулируемых потребительских цен в 2021 году, недопустимость необоснованного роста цен, которые занимают наибольший удельный вес в потребительских расходах белорусов. По планам режима, тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом намерены поднять во втором квартале на 15%. Проезд в городском общественном транспорте должен подорожать в четвертом квартале ожидаемый рост 6,8% или 5 копеек за одну поездку. Речь о подорожании одного талона. В октябре-декабре хотят также поднять тарифы на пассажирские перевозки пригородным автомобильным транспортом на 11,1 или на одну копейку за один километр. Подорожание сигарет запланировано в течение года, кроме четвертого квартала. А крепкого алкоголя в первом уже прошло и третьем кварталах. В общей сложности крепкие алкоголь и сигареты за год по планам станут дороже на 15,9% и 4,7 соответственно. Рост цен обосновывает компенсаций повышение ставок акцизов. Услуги на платное образование намерены поднять на 10%, как на высшее, так и на среднеспециальное. Планируемый рост объясняют необходимостью компенсировать повышение затрат на оплату труда педагогических и других работников учреждений образования. Рост цен запланирован на третий квартал, то есть с начала нового учебного года. Услуги детских дошкольных учреждений по планам также станут дороже на 10%. Необходимость повышения цен объясняют сближением натуральных и денежных норм потребления. Мобильная связь, интернет, стационарная телефонная связь, почтовые услуги должны подорожать на 4%. Это предусмотрено для компенсации роста затрат, но не выше уровня прогнозированной базовой инфляции. Ритуальные услуги Речь про гарантированные услуги по погребению. Согласно прогнозу, подорожают на 4%. Повышение тарифов на ЖКУ произошло с 1 января. В планах рост в третьем. Подорожание отопления и подогрева воды по всей видимости. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются, исходя из предельных значений тарифов, определенных указом номер 490. Прирост платежа по стандартной квартире не превысит 5 долларов США по среднегодовому курсу. Уточнили в март. Месть за выход из профсоюза. Сотрудников Минского водоканала хотят лишить премий и сделать полностью ответственными за нанесенный ущерб. Нам прислали планируемые изменения в коллективном договоре Минского водоканала. Если их примут, то работники, которые вышли из профсоюзов, лишатся дополнительного страхования, большого количества премий и в случае, если они что-то сломают на работе, то будут нести полную финансовую ответственность, несмотря на их заработную плату. Эти изменения трудового договора не являются законными, так как закон говорит о том, что действия коллективного договора распространяются на всех работников того или иного предприятия, вне зависимости от того, состоят они в профсоюзе или нет. Так как профсоюз является добровольной организацией и независимой. Ну, что для Беларуси, в принципе, не может такого существовать независимая организация. Все профсоюзы под начальством Лукашенко. Лукашенко, таким образом, пытается держать под контролем всех работников всех предприятий. Именно для этого, в принципе, он их и сохранял, и датировал. Таким образом, он просто рабочий класс держал в узде. Давал минимальную зарплату, чтобы те могли прокормить себя, но не более того. Возможно, в лучшем случае съездить один раз в год всей семьей на море. Ну, если повезет, и ты там не будешь кушать мясо. В данном случае они меняют законодательство. И многие зададутся вопросом, для чего это делается? Все просто. Лукашенко на этих выборах захватывал власть совместно с профсоюзами. Ну, а точнее, с главой профсоюзов. А как мы знаем, Лукашенко отдает долги именно законами, указами и приказами. Ну, как с табачным бизнесом. Запретил экспорт сигарет из-за границы. Вот, вроде как, и наши сигареты начали скупаться в Беларуси. Так и с профсоюзами. Вступить все в профсоюзы, заставить всех быть в профсоюзах. И смотрите, отчисления профсоюзной взносы идут в профсоюзы. Туфтология снова, но как есть. Тем самым, профсоюзы начинают зарабатывать деньги, ну, и выполнять функцию, о которой мечтает Лукашенко. Тотальный контроль. Но помните одно. Когда вы меняете свободу на хлеб, в итоге вы теряете и хлеб, и свободу. Незаконная власть в Беларуси не пускает на концерт знаменитую группу Каста. И я уверен, что причина того, что они не разрешают им выступить, это их трек «Выходи гулять», где они очень ярко и конкретно показали, как руки каратели погрязли в крови. В 19 веке запрещали писателей и их садили, ссылали. В 21 веке в центре Европы, в Беларуси, запрещают концерты, как можно меньше упоминают наших нобелевских лауреатов и спортсменов, которые не согласны с действующей властью, с действующей, незаконной властью. Диктатор погружает нашу страну в мрак и хаос. Из-за него в нашей стране процветает насилие и изуверство. Отсутствует экономика и люди вынуждены прожибать в нищете. И все это из-за одного маленького, старого, тараканьего деда, который возомнил себя президента рожденным, а сам по себе обычный колхозник, который даже говорить нормально не может. Когда его глаза отрываются от надписей с километровыми буквами, он постоянно выдает какие-то стендапы, с которых потом весь мир смеется. Это же его выражение «я родился среди животных и зверей». Я же вырос среди животных и растений. Возможно, это была не оговорка, а действительность. Тогда становятся многие вещи более-менее ясными и понятными. Светлана Алексеевич, Нобелевский лауреат, единственный Нобелевский лауреат нашей страны, заявила немецкой газете о том, что она будет писать книгу по событиям 2020 года. Она говорит о том, что она не политик, но будет пытаться разобраться с вопросом, почему так произошло. Я думаю, что когда выйдет книга Светланы, нам нужно будет обязательно всем нам ее прочесть. Но что касается Светланы Алексеевич, она хороший человек, хороший писатель и достойный человек нашей страны. Я очень сильно горжусь, что у нас есть такой человек, как Светлана Алексеевич. И я очень горжусь, что Светлана Алексеевич мне подарила свою книгу с приятными пожеланиями в мой личный адрес. Будем ждать выхода книги и обязательно ее прочтем. Павел Латушка заявил о том, что они хотят создать политическую партию в Беларуси. В ближайшее время я представлю вам платформу новой политической партии, в которой найдется место для всех, кто хочет мира и демократии, для кого приоритетом является независимость, свобода и верховенство закона. Как я вижу дальнейшее сотрудничество внутри демократических сил. Оно должно быть еще более крепким для достижения наших общих целей. Мы строим многопартийную систему для следующего этапа развития нашей страны, при котором граждане Беларуси будут иметь реальный выбор из разных политических сил. Убежден, что независимая Беларусь имеет гарантии для дальнейшего успешного развития при условии, что в нашей стране будут жить свободные граждане. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Я уважаю Павла Латушку и уважаю Виктора Бабарико. Я уважаю то, что они сделали и то, что они делают. Но создание политических партий в данной ситуации я не знаю, насколько целесообразно. Я не политик. Я блогер. Я простой человек, который говорит о том, что волнует именно меня на данный момент. И мне кажется, что в данный момент нам не нужна политическая партия. В данный момент нам нужен уход диктатора от власти. Нам нужно освобождение всех политических заключенных и прекращение, полное прекращение репрессий в отношении граждан нашей страны. Мне кажется, что именно это и первоочередные задачи, которые стоят перед всем белорусским обществом. Хотя, возможно, я и ошибаюсь и любое действие, которое направлено на противодействие диктаторского режима и является работой по свержению этой самой власти. Пока Светлана Тихановская встречается с топовыми политиками всего мира, диктатор вынужден встречаться со своими прикорытниками и за редким случаем привозить из Востока каких-то глав государств, о которых в принципе ничего неизвестно, дабы показывать хоть какую-то деятельность, которую они проводят в стране. Президент, позвольте от всего сердца поблагодарить вас за возможность встретиться с вами сегодня. Для меня это большая честь. Я хорошо знаю, что не все послу достаиваются аудиенцией с вами. У нас с вами такие добрые отношения с советских времен. На самом деле с Лукашенко даже не все восточные страны хотят открыто встречаться, так как не хотят получать черную метку. В Беларуси белорусы замечают все чаще и чаще на улицах людей в камуфляжной форме, которые патрулируют, контролируют белорусские улицы. Когда позвонили в пресс-службу УВД, они сказали, что это в общем нормальная практика и все работают в штатном режиме. Но какой именно штатный режим мы об этом знаем. У Лукашенко сейчас чрезвычайное происшествие. Все силовики и МВД работают в усиленном режиме, подавляя белорусский протест и подавляя белорусский мысленный протест. Что говорить, если они даже пытаются предъявить за детскую одежду? Вы только подумайте, что творится у них в головах, если они предъявляют ребенку за неправильную шапку или куртку. Лукашенко, если бы мог, ввел бы чрезвычайное положение в нашей стране и комендантский час. Загонял бы всех по квартирам в 8 часов вечера и в 9 утра выпускал на предприятие. Конвульсии режима настолько очевидны, что даже не требуют никакого комментария. Лукашенко со своими бандитами осталось у власти совсем немного. Либо их задушат санкциями, либо белорусский народ просто перестанет с ними как-то контактировать. И в один определенный момент они поймут, что они руководят сами собой. Другого выхода из данной ситуации нет, но если он, конечно, по здоровью не уйдет от нас. Так как дед довольно старый, у него было несколько инсультов, мы все прекрасно видели его красные пальцы, это говорит о том, что у него сахарный диабет. Ну и он говорил на некоторых интервью, что он не употребляет сахар. Ну, понятно, по каким причинам. Врачи ему запрещают ездить на лыжах, но он продолжает показушничать на камеру. Все потому, что Конституция запрещает больному и старому деду управлять страной. Надо продолжать сопротивление, сопротивляться этому диктаторскому режиму, чтобы не оставить камня на камне. ни от пропагандонов, ни от карателей, ни от прислужников этого диктаторского режима. В комментариях меня просили сказать, рассказать о чем-нибудь хорошем. Расскажу. Военные все же приступили к ремонту дома, в который въехали ракетной установкой. Как они его сделают, с каким качеством, мне непонятно, и что именно они сделают. Но то, что они приступили к ремонту, это уже хорошо. Это уже радует. Хотя, если честно, то я очень сильно сомневался, что они, в общем-то, будут что-то делать. Возможно, я думал, они скажут, что этот дом стоял незаконно или, в общем, не в правильном месте. Но есть как есть, хорошая новость. Лукашенковская недовласть говорит о том, что в Беларуси 76 тысяч свободных мест, рабочих мест. Не хватает врачей, айтишников, медсестер. Ну, правильно, как они хотели. Кто будет работать на эту диктаторскую власть? Во-первых, бесплатно. Во-вторых, со всеми вот этими приблудами, которые они придумывают. Ну, и самим отношением. Многие уволились из медицинской сферы потому, что были против насилия. Того насилия, которое вершит незаконная власть в нашей стране. Как мы и говорили раньше, если вы будете проводить репрессии в отношении врачей, то кто вас будет лечить? Если вы будете проводить репрессии среди таксистов, кто вас будет возить? Но тогда они об этом не думали. Они задумывались об этом сейчас. Когда экономика стоит на коленях. Когда в Беларуси отсутствуют золотовалютные резервы и нет возможности попросить у соседей денег. В принципе, что тут удивительного? И дальновидный старый тараканий дед делает так всегда. Сначала делает, а потом думает. А вот так выглядит еще одно общежитие для молодых семей в городе Витебске. Вот так. На обслуживание Гомельского автопарка облсполкома тратят сотни тысяч долларов. На проведение славянского базара, где будут прославлять диктатора, деньги есть. А на ремонт общежития для молодых семей нет. В таком состоянии не только общежитие. В таком состоянии все предприятия, колхозы, поликлиники и больницы. Самое главное из того, что я говорю сейчас, это приоритеты незаконной власти. Для тех, кто еще не осознал, какие у них есть приоритеты. Им нужно кушать сладко и спать гладко, ездить на хороших автомобилях и ни в чем не нуждаться. А то, что происходит с этим народцем, как диктатор говорит, никого не волнует. Это должно волновать только нас с вами. И мы можем остановить это. Но если мы будем молчать, то любая власть, не только этого синепалого диктатора, любая власть начнет ущемлять наши с вами права, тратить больше на себя, чем на нас с вами. Именно поэтому нужно прекращать молчать. Именно поэтому нужно прекратить существование этого диктаторского режима. Мы белорусский народ. Мы здесь власть. больше нельзя допускать к власти тех, кто может позволить себе называть белорусский народ народцем. В рамках воспитания патриотического настроения белорусского народа начали делать холодное, холодец, так сказать, с флагом. Самое интересное, что те патриоты, якобы псевдопатриоты, ябатьковские, которые выходят на митинги, почему-то постоянно с собой тягают флаги других государств. И они себя заявляют, что мы патриоты. Даже в данном случае. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Ну, я бы сказала, знаете, наверное, грубовато, но скажу так. Не надо нам тащить этот запад сюда. Понимаете, все-таки это ненормально. Но есть эти общества, пускай где-нибудь держатся подальше от нормальных людей. То есть вы их считаете ненормальными? Да, я считаю ненормальными. В колодичах за БЧБ флаги на доме осудили двух женщин. 72-летнюю пенсионерку и ее невестку. Одну из них отправили на 15 суток ареста. Я вот все жду и жду, когда прекратятся эти новости. Лукашенко со своими прихвостнями вот такими действиями пытается запугать белорусский народ. Но уже прошло полгода и белорусский народ не останавливается. И на минуту. Каждый день проходят марши. Вся страна увешана БЧБ флагами. Такого не было на моей памяти никогда. Но он продолжает топорно повторять одно и то же. Возможно у них уже создано министерство правды, где они пытаются регулировать мысли преступления. Мы же помним, когда человека арестовывали за то, что он мысленно поддерживал протестующих. Придет время белорусского народа и вы все будете перед нами отвечать. За все эти зверства и тупые посадки на сутки. Вы ответите за издевательство над белорусским народом и за каждую белорусскую судьбу. Вы не сможете избежать наказания ни при каком раскладе. Российские военные разбили полевой лагерь на границе с Украиной. Его обнаружили у границы со стороны Воронежской области. Местные жители жалуются, что военные расположились в поле рядом с жилыми домами, валили лес бронетранспортерами и грузовиками и выставляли часовых с оружием. Похоже, что Путин с Лукашенко что-то задумали. Возможно, они хотят таким образом сместить ракурс внимания от санкций, которые сейчас выдвигаются против двух диктаторов. Возможно, у них какая-то более долгосрочная задумка, но очевидно, что хорошего от них ждать нечего. Стоит вопрос о том, что осознают ли они, что у них проходят политические процессы внутри страны. Это может стать сильным триггером для новых революций, что в России, что в Беларуси. осознают? Я думаю, нет. Друзья, поддерживайте политических заключенных и родных и близких политических заключенных. На сегодняшний день 342 человека объявлены политическими заключенными. Это колоссальнейшая цифра. Такой цифры нет ни в России, ни в любой другой стране мира. А у Лукашенко есть. Именно так он и пытается остаться у власти. Мы должны быть солидарны с друг другом. Мы должны объединяться и идти к одной цели. А цель у нас одна. Новая, независимая, чистая и демократическая страна. Без диктатора и без таракана. Без усатого тараканов власти. Распространяйте информацию, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в том. Подписывайтесь на канал. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были Реальные Новости. Пока. Диктаторский режим слаб. Слаб по всем фронтам. У него нет денег, у него нет ресурсов. И самое главное, этому режиму просто неким руководить. Весь белорусский народ сказал свое слово. Как бы ни барахтался старый таракан, он не сможет вернуть легитимность в глазах народа. Именно поэтому наша победа близка. Мы уже никак не можем проиграть, даже если ничего не будем делать. Но руки опускать не стоит. Мы должны довести наше дело до конца. Освободить всех политических заключенных из тюрем и забрать нашу с вами свободу из рук старого маразматичного диктатора. Вместе мы можем все. Вместе мы победим. Живи Беларусь!